Продолжение следует... Каждый день проходит вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара посвящена скрайбингу. Но о ней немножко позже. А пока, как всегда, несколько слов общих, которые я хочу сделать в основном для тех, кто впервые присутствует на нашем вебинаре. Чуть выше по чату, красным цветом, располагаются две ссылки, которые я дал совсем недавно в чате. Эти две ссылки, сейчас я объясню, что они из себя представляют. Первая ссылка ведет на наш... на сайт Директ Академии. На этой ссылке вы... по этой ссылке вы можете познакомиться с расписанием до конца учебного года, до конца июня месяца текущего года. И зарегистрироваться на любое мероприятие, которое уже находится в расписании. Также можете в интерактивном расписании снизу страницы посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Вторая ссылка, это ссылка на наш видеоканал на ютюбе. И на нем будет помещена запись, в том числе и этого вебинара. Запись появится, я надеюсь, что где-то сегодня к вечеру уже. Вот. А вообще, на нашем видеоканале подписывайтесь на него. На нем есть уже записи более 270 вебинаров. Вот. То есть, мы быстро приближаемся к цифре 300. 300 записей – это огромное богатство. Можете среди них найти то, что вам интересно. Ну и, как всегда, я анонсирую следующие несколько вебинаров. На сей раз это три вебинара, о которых я хотел бы вам рассказать. Первый из них – это завтрашний мой вебинар. Второй вебинар из серии «Вебинар – это очень просто». В этот раз я расскажу о советах ведущему. Собственно, о том, как вести вебинар, что делать, когда вы являетесь спикером. Напомню, что прошлый вебинар, который прошел в понедельник, был посвящен подготовке контентных материалов для вебинара. Ну, а теперь мы займемся собственным вебинаром, как таковым. О, так, я вижу, прошу прощения, первая ссылка не работает, потому что я откусил букву «H». Ну, сейчас я это исправлю. И дам его вам еще раз. Так, одну минутку. Так, вот так вот. Этим вебинаром закончится наша вебинарная неделя. И другие два вебинара, представляемые мной, – это вебинары новой недели. В понедельник, 16 апреля, будет вебинар Аллы Носковой, создателя сервиса, который называется «Поступи онлайн». Я призываю всех, это замечательный сервис, на самом деле, хотя он достаточно молодой, несколько лет ему всего. Это сервис для вузов, для родителей, для абитуриентов, для того, чтобы вузы и абитуриенты могли лучше найти друг друга. Вот, я приглашаю всех, кто имеет какое-то отношение к вопросам поступления и отношения с абитуриентами на этот вебинар. Если кто-то будет из приемной комиссии, здорово, у нас нет прямого доступа к прямой рассылке на таких людей, но если вы им пошлете эту ссылку, то я буду благодарен, потому что вебинар обещает быть интересным. Ну и, наконец, 17.04, то есть во вторник, Софья Богдасарова, историк искусства и искусствовед, продолжит свою серию по искусству, по искусствоведению. На сей раз вебинар будет называться «Как Екатерина Великая играла в китайское искусство и почему рококо привело к французской революции». Приходите на вебинарах Софьи Богдасаровой, всегда очень интересно, всегда круто, я с огромным удовольствием всегда ее слушаю. Поэтому, вот, даже те, кто прямого отношения к искусствоведению, преподавания искусствоведения не имеют, все равно приходите, это очень интересные вебинары. Ну что ж, у меня, собственно, все, и я приглашаю сегодняшнего спикера Марину Орешко провести сегодняшний вебинар. Да, у нас сегодня могут быть некоторые проблемы, предупреждаю заранее, по опыту прошлых вебинаров. У нас, Марина, иногда была необходимость перегрузиться, перегрузить вебинар. Так, сегодня же у нас достаточно много людей, я боюсь, что будет больше двухсот, и боюсь, что Марине будет не так просто перегрузиться, потому что она может и не зайти потом. Ну, у нас, тогда будем решать по ходу дела, либо мы будем терпеть вот это вот кваканье в голосе, которое возникает где-то через минут, через 15-20, либо мы все-таки подождем Марину, пока она сможет перезапуститься. Это может занять не полминуты, а, например, минуты две, пока она перезапустится, потому что кто-то все время выходит с вебинара, кто-то заходит, места появляются, но просто не быстро может это получиться. Так что вот посмотрим по ходу, будем как-то решать эту проблему. Ну что ж, я заговорился, давайте все-таки дадим слово Марине для того, чтобы она провела вебинар. А я останусь в чате и буду стараться решать все технические проблемы. Приветствую, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня видно, слышно. Я думаю, можно начать наш сегодняшний вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – скраббинг и анимированные презентации или анимированные видео. Если на прошлом вебинаре я вам рассказывала о том, как можно визуализировать информацию статично в виде инфографики, то сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как можно информацию представить в интересном видеоформате, используя различные анимационные эффекты и в том числе технологию скраббинга. Анимация вообще – это очень хороший, яркий и динамичный способ визуализировать информацию. Не случайно ее широко сейчас используют и в образовании, и в библиотеках. Считается, что такая информация лучше запоминается, легче ее распространять. И, конечно, она вызывает положительные эмоции, что тоже важно. В библиотеке анимационные ролики уже довольно давно используются, снимают и различные тематические видео, приглашения на мероприятия. Можно создавать буктрейлеры, рекламировать книги, рассказывать о жизни библиотеки, создавать виртуальные выставки. Возможностей для анимации в библиотеке достаточно много. Кроме того, здесь большой потенциал в плане работы с детьми и подростками. Наверное, не случайно, поэтому в библиотеках очень часто создаются различные мультстудии, видеостудии, в которых читатели юные начинают себя пробовать в жанре мультипликации. И совместно с читателями можно уже создавать какие-то интересные видеопроекты. Я вам расскажу сегодня о нескольких интересных, на мой взгляд, сервисах для создания различных видов анимации. Ну, начнем мы с самого простого. Интересный сервис, называется он Водки. Он позволяет создавать интересные, говорящие, анимированные аватарки. Я походу в чат буду вам посылать ссылки, чтобы вы могли их открывать и смотреть. Часть ссылок будет со звуком, поэтому, чтобы звук не заглушал мой голос, вы можете звук убирать или приглушать, чтобы было удобнее все вместе смотреть. Либо вы можете сохранить эти ссылки себе на компьютер, а потом уже в спокойной обстановке все внимательно осмотреть. Итак, говорящие аватарки. Что это такое? Ну, наверняка у всех есть социальные сети, все работают с аватарками, представляют, что это такое. Этот сервис позволяет создавать интересные анимированные картинки и озвучивать их в виде аватарок, эти картинки. Здесь можно выбрать героя, персонажа, максимально похожего на себя или наоборот непохожего, например, какое-нибудь животное взять, мультяшного героя или знаменитость. А затем озвучить, добавите ему голос. Можно самостоятельно записать озвучку, можно добавить песенку, какой-то другой голос. В общем, возможности для фантазии не ограничены. Самое замечательное, что здесь все просто. В режиме одного окна вы сначала выбираете персонажа, потом подбираете ему одежку, даете голос, озвучиваете. Можно прямо в сервисе, можно свой файл загрузить. Добавляете задний план, либо свою картинку, либо из библиотеки. Ну и после этого у вас получается вот такая интересная говорящая аватарка. Как же это все в библиотеке можно использовать? Ну, наверняка в библиотеках часто вы сталкивались с различными конкурсами, например, для создания. Учащиеся рассказывают о любимых книгах, например, либо они читают отрывки из любимых стихотворений. Так вот, почему бы этот конкурс не сделать в виде конкурса говорящих аватарок? То есть они не сами будут читать стихи, а запишут аудиофайл, создадут аватарку, и у вас такая интересная получается мультяшная история с голосом. Такие отзывы о книгах интересно смотреть, просматривать, прослушивать. Что касается платности, сервис условно бесплатный, у него есть бесплатный тариф. Здесь можно создать три аватарки говорящих. Продолжительность звукозаписи ограничена 60 секундами, то есть минутку можно. Ну, для небольшого стихотворения, допустим, или для небольшого рассказа, из-за таких предложений о книге, в принципе, достаточно. Сервис раньше был с большими возможностями, сейчас, к сожалению, нет уже возможности встраивать куда-либо эти аватарки. Только по ссылке можно распространять. Но даже таких возможностей, в общем, можно использовать. К тому же здесь есть 15-дневный демо-режим. Если вы решите какой-нибудь проект сделать с этим сервисом, можно на 15 дней попробовать демо-версию. И она даст вас возможность создать сразу класс. И вы можете сразу с несколькими учащимися, школьниками, читателями создавать там свои аватарки по тематике. И потом их можно встраивать. Самое главное, что это все не исчезает. То есть, когда у вас эта версия заканчивается, все аватарки останутся с вами. Вот моя аватарка, ссылку, которую я дала в 2013-м, создавалась в демо-версии. Вот она до сих пор уже здорова, можно ей пользоваться. Вот такой интересный инструмент для работы со школьниками. Может быть, вам пригодится в работе. Еще один простой способ создать такую анимацию, несложную, называется Making Animation. Это небольшой сервис для создания анимации в формате GIF рисунка. Такую анимацию очень легко распространяем в социальных сетях. Она скачивается вам на компьютере, сохраняется. Сервис бесплатный. Единственное ограничение по количеству кадров в этой анимации. Не больше 100 сцен здесь можно создать бесплатно. Но зато вы можете уже здесь свое творчество проявить. Что здесь интересного? Ну, во-первых, вы выбираете героев. К сожалению, своих загрузить нельзя. Но вот из библиотеки можно выбрать одушевленные или неодушевленные. Выбирайте задний план. Можно свою картинку, можно опять из библиотеки. Вы можете нарисовать каких-то персонажей. Для этого есть карандаш и кисточка. Краски разных цветов рисовать, стирать ластиком. Все это тоже здесь возможно. А дальше вы создаете покадровую анимацию. Вы берете первый кадр. Вот все кадры там наверху у нас отображаются. Вставляете персонажа. И дальше создаете следующий кадр. Кнопочкой дублировать или копия фрейм. И на этом новом кадре вы немножко персонажа двигаете. Чтобы он... Ну, прорисовываете его движение. Немножко двигаете в сторону. Вот как я этого кота посадила и продвинула его чуть-чуть вправо. Дальше опять кадр дублируете. Кот уже еще дальше двигается у вас. И так вот вы несколько кадров создаете. И прорисовываете вот так движение вашего персонажа. Так можно до 100 кадров мультики создать. Он будет не очень большой, наверное. Но довольно интересная работа. По прошлой ссылке открылась только готовая анимация. Хорошо. Ссылку вам кину. Уже ближе к концу вебинара. Сейчас просто под рукой ее нет. Хорошо. Я вопрос вас запомнила. Сервис Making Animation. Вы можете его и по поиску найти. Он хорошо работает. Что еще можно сказать об этом сервисе? Интересно. Для детей особенно. Тем более, что здесь регистрироваться не надо. Если вы начинаете, например, создавать мультстудию, можно начать вот с этого сервиса. Мне кажется, достать удовольствие в нем работать. Готовая анимация сохраняется на компьютере. Более интересные, более сложные, соответственно, варианты. Сервис Bitable, который мне очень нравится. Позволяет создавать уже такие полноценные видеоролики и загружать их на YouTube, либо делиться ссылками и встраивать их на страницы сайтов и блогов. Минуточку. Сейчас я вам ссылку вставлю. Пример такого анимационного ролика про Камчатку. Можете посмотреть, но он со звуком, с музыкой. Что интересно в этом сервисе? Сервис позволяет создавать несложные видеоролики на основе шаблонов. Здесь их достаточно много. Шаблоны сгруппелированы все по темам. Здесь можно создавать и какие-то мультяшные истории рисованные, и пластилиновые герои присутствуют, и просто можно слайд-шоу с анимационными эффектами создавать. Самое замечательное, что здесь все максимально просто. Вы просто выбираете шаблон, загружаете свое изображение, если оно вам нужно, добавляете текст, и у вас сценка тут же сохраняется. Точно так же вы добавляете вторую. Создатели предусмотрели здесь все. Уже под каждый шаблон все подстроено. Вам нужно только текст набрать, ничего более. Вы можете только немножко регулировать время той или иной сценки. Можно немножко его уменьшить. А после этого вы выбираете цветовую гамму вашего видеоролика, добавляете аудио. Вы можете свой аудиофайл добавить, либо взять из библиотеки, она здесь достаточно большая. Затем просматриваете, что получилось, сохраняйтесь, публикуете, и можно загрузить на YouTube. Теперь о ограниченности возможностей. Сервис тоже не совсем бесплатный. Здесь предусмотрена часть шаблонов платная, но их не так много. Все-таки даже бесплатных возможностей хватает для красивых видеороликов. Очень здорово оно подходит для всяких рекламных материалов. Вот и про краеведение тоже сняли. Отличное видео про Камчатку. Достаточно интересно все это работает, и главное быстро. Вы первый видеоролик можете создать буквально за полчаса. Если уже в голове есть сценарий, то создать все достаточно просто. Я сказала, что здесь ограничены не все шаблоны, будут доступны. Плюс водяной знак будет. Ну, вы, наверное, заметили, если видео видели. И еще здесь ограниченность на сценке. Здесь тоже до 100 кадров. Но это достаточно много все-таки. Можно здесь развернуться. Как правило, такие видео, они не очень длинные. А так, в целом, сервис оставляет самые приятные впечатления. Я очень рада, что у него очень много возможностей, и он не монетизируется ускоренными темпами. Поэтому пользоваться им, правда, действительно интересно и необычно. Единственный, может быть, минус, что здесь останавливает, это то, что сервис на английском языке. Но это решаемо. Можно перевести через Google Переводчик, либо взять еще один вариант. Это сервис уже русифицированный, очень похожий на Bitable. Нашла его совсем недавно. Называется он Render Forest. Но поскольку он русифицированный, у меня есть догадки, что, возможно, как-то наши разработчики приложили здесь руку. Он тоже очень похож на Bitable. Здесь тоже есть шаблоны. Если в Bitable они такие более юмористические, то здесь более серьезные. Здесь очень много сценок из школьной жизни, с офисом связанной. Но это видео будет немножко посерьезнее. А по количеству шаблонов, наверное, примерно одинаковые. Если что-то сказать. В принципе, работы тот же самый. Вы выбираете сценку из шаблона, добавляете туда текст. Есть сценки с одним текстовым фрагментом, есть с несколькими. Сохраняете. Выбираете цветовую гамму, добавляете опять музыку на задний план, если хотите из библиотеки, если хотите свою. И после этого сохраняете. Здесь можно до трех минут создать видео. Качество 360. Если сравнить с Bitable, у того качество будет чуть повыше. У него 720 качества. И то, и то можно загрузить тут же на YouTube. И так распространять. Либо встроить на сайт в блог. По количеству шаблонов они сбиты, был примерно одинаковый. Рендерфорест выигрывает, наверное, за счет своей русификации. А так, в общем, по количеству возможностей примерно равны оба сервиса. Вы можете посмотреть и тот, и другой, и выбрать то, что вам больше нравится. Если вас интересуют ссылки на сами сервисы, я загрузила папку, которая называется ресурсы. Она у вас с правой стороны вверху должна находиться. Там вот несколько иконок. Есть поднятая рука, смайлик, стулбики нарисованные, значок человечка, и дальше вот значок папочки. Если вы эту папку нажмете, у вас справа откроется список ресурсов. Вы можете скачать презентацию, которая называется «20 инструментов для создания анимации». Там все ссылки на все сервисы. Вы можете ее все сохранить на компьютер и пользоваться. Там вот все-все-все ссылки, даже больше. То, что я сегодня буду показывать, ну и еще с запасом на будущее. Давайте посмотрим еще один вариант сервиса для анимации. Называется он «Паутун». Мне он тоже очень нравится. Он развивающийся сервис. Постоянно что-то меняется. Постоянно появляются новые шаблоны. Здорово, что не стоит на месте. Вот небольшая ссылка на видео. Это интересная видеоработа, сделанная в рамках конкурса. Это как раз вот библиотека с читателями со своими сделок про Джона Сильвера. Видео очень интересное. Ну, в общем, да, вызывает интерес. Здорово сделано технически. «Паутун» тоже хороший сервис. Его можно рефицировать через Google Переводчик. Вы можете выбирать здесь шаблоны. Здесь есть готовые. Уже сценки прописаны. Вам только нужно тексты добавлять или картинки свои. А есть возможность задавать вопрос с нуля. Выбираете чистый слайд. Ну, все создается как представление в азии «Пауэрпоинт». Вы открываете слайд, помещаете туда персонажей, а дальше начинаете настраивать анимацию, выбирать музыку и различные другие эффекты. Ну, посмотрите, сейчас покажу, как это произойдет. Вы нажимаете на значок, допустим, «Темплейтс». Это значит «Шаблоны». Он вверху. Дальше открывается список шаблонов. Вы какой-то из них можете выбрать. Часть шаблонов платные, но они помечены значком «Про». Остальное все бесплатно, можно использовать. Сервис постоянно добавляет новые шаблоны, поэтому нет опасности, что вы одно и то же шаблон будете все время использовать. Нет, здесь практически, ну, если не каждый день, то каждый месяц появляются новые шаблоны. И здорово, что они чаще всего бесплатные. Вот я выбрала один из новых шаблонов, называется «Пять фактов по планете Земля», и на его примере попыталась попробовать создать видео. Слева слайды, как «Пауэрпоинт», который у вас будет на видео. С правой стороны библиотека различных персонажей. Здесь они сгруппированы по стилям. Есть офисные персонажи, есть какие-то менее официальные, есть мультяшные. Можно создавать инфографику. Можно выбрать рисованных персонажей, не цветных, а черно-белых. Можно поздравительную открытку создать, какой-то плакат, например, в этом сервисе. Выбирайте персонажей. У них есть анимационные возможности. Они могут лежать, грустить, бегать, прыгать, какие-то другие действия выполнять. Вы все это можете сами настроить, как вам захочется. Неодушевленные предметы. Задний план. Можете загружать свои изображения в качестве фоновых. Далее вы выбираете озвучку. Либо музыку просто, либо можете записать свой голос или загрузить свой аудиофайл с озвучкой. И все это вместе смонтируется. Еще интересны переходы между слайдами. Их тоже можно анимировать. Например, появляется такая хлопушка, как при съемке видеофильмов. Она хлопает, открывается новый слайд. Либо какой-то театральный занавес может открываться. Тут достаточно много эффектов. Ни один час у вас займет, чтобы только все это посмотреть и полюбоваться, как это выглядит. Самое сложное, наверное, в этом сервисе, то, что здесь вам предстоит настроить анимацию. Когда у вас персонаж будет появляться в кадре, а когда исчезать. Для этого внизу есть лендоприк. Там все персонажи на вашем экране обозначены вот такими прямой угольничками или квадратами. Выбираете персонажа и с помощью ползунга право-влево по ленту временно двигаете. И у вас время определяется. Когда персонаж появляется в кадре, а когда он исчезает. Вот этим образом вырегулировали. Ведь появление исчезает. Если взять шаблон, то там уже все отрегулировано. Вам даже этим заниматься и не надо. Вы можете просто подкручивать, фиксировать, чтобы быстрее что-то медленнее. А так вообще стоит начать шаблон. Звук стал плохой. Давайте я попробую перезагрузиться. Как раз прошло 25 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день еще раз. Ну как, меня слышно? Вроде как видно. Надеюсь, что дальше будет лучше. Так, со второй попытки я зашла снова в комнату. Ну давайте продолжим. Что было непонятно по ленте времени, наверное, да? Более подробно можно про ленту времени почитать в обучалке. Я просто сейчас специально не стала на этом застрять внимание. Еще раз, как работает эта лента времени внизу. У вас вот на экране, на слайде, допустим, какой-то предмет. Вот планета Земля, например. Вы щелкаете по ней, и она появляется у вас на ленте времени обозначения. Также на ленте времени появится ползуночек синего цвета. Два. Один слева, другой справа. И вы этими ползуночками можете двигать мышкой по ленте времени влево-вправо. Первый обозначает время появления в кадре, допустим, на второй секунде. Второй ползунок обозначает время исчезновения, например, на пятой. Передвигая по ленте времени вперед-назад, можете регулировать. Он когда-то может раньше у вас этот предмет появится, когда-то позже. Вот таким образом лента времени работает. Тут просто надо на практике немножко попробовать, потренироваться, а потом уже, когда не первый раз будешь создавать видео, уже будет намного все проще. Поэтому советую начинать с шаблона, а там уже, я думаю, во вкус вае идете, вам понравится. И выходное видео. Что в итоге-то получается? Видео получается 360. Качество, вы можете его загрузить на YouTube. Единственное, опять ограничение, увы, у бесплатного тарифа. Когда-то можно было 30 презентаций таких на YouTube загрузить. Сейчас ограничено до 5, жаль. Ну, с одного аккаунта только 5. Но, с другой стороны, вам никто не запрещает создать несколько аккаунтов. На этом сервисе это совершенно не возбраняется. С разной электронной почты, например. А еще есть возможность встраивать на сайты и в блоги. Даже если вы на YouTube не выгрузите, вы можете это видео встроить опять на свой ресурс. И это тоже здорово. Если у вас претензии к качеству видео, например, 360, вам не очень нравится, вы можете попробовать платную подписку. Есть тут и образовательный тариф. Он щадящий для работников некоммерческой сферы, скажем так. Есть среди них очень демократичный, на мой взгляд, тариф. Называется он студенческий. Если вы планируете создавать большое количество видеороликов, вы хотите какой-то сервис присмотреть для этого, анимационный, то вот самый дешевый, я проанализировала ситуацию на рынке, самый дешевый это Pautoon. Он позволяет создавать видео. Вот платная подписка 2 доллара, это самый низкий вариант цены. И вы можете создавать здесь до 30 видеороликов с возможностью загружения на YouTube. И плюс к этому у вас еще качество будет 720. Это намного больше, в два раза больше качественно. Это не программа, это сервис. Он работает в режиме онлайн. Скачать нет, но зато вы можете на YouTube свое готовое видео загрузить. Ссылку на программу вы можете увидеть в папке ресурсы, которую я рассказывала. Там есть презентация, называется 20 инструментов для создания анимации. Вот в этой презентации все ссылки на все ресурсы в одной кучке собраны. Вы можете там все найти, посмотреть. И там же есть обучалки, что самое главное. Вот последняя моя работа, которую я как раз создавала уже в более лучшем качестве. Я вот еще раз ее запустила, если кто-то пропустил. Это вот я на основе шаблона сделала, ну не скажу, что за полчаса, чуть подольше. Но сделано на основе последнего шаблона по Ауту. Пять фактов О. И вот такая вот интересная получилась работа. Ну, мне так кажется. Давайте дальше посмотрим, что еще можно использовать. Еще похожий сервис называется Animaker. Он тоже позволяет создавать анимированное видео, загружать его на YouTube. Если сравнивать по возможностям, то он очень похож на Паутун. У него тоже есть бесплатный тариф, им можно воспользоваться. Здесь есть возможность добавления своих изображений, своей озвучки. И в Паутуне в Animaker есть возможность разной анимации разных видов, анимированные персонажи, герои, эффекты. Забыла сказать, что в Паутуне, например, такой эффект есть, как пишущая рука. Анимированная рука, которая пишет какие-то заголовки. Либо рука, которая что-то приносит, уносит из кадра. Вот все то же самое есть и в Animaker. В чем разница? Здесь лимит уже есть. Не более пяти видео можно создавать в месяц. Их можно загружать все на YouTube и на Facebook. Единственное, что видеоролики не должны быть длиннее двух минут. Единственное ограничение. А рабочее поле, как вы видите, примерно такое же. С левой стороны у вас список в ваших слайдах. С правой стороны персонажи, которых можно добавить в видео. Есть возможность добавления текста изображений, озвучка. Или музыкальные файлы свои из библиотеки. Внизу лента времени, которая тоже регулирует нахождение персонажей на экране. И готовое видео сохраняется. Тоже качество у него, как у Паутуна 360. И экспортируется на YouTube. Либо вы можете встроить его к себе на страничку сайта и блога. Сервис тоже интересный, необычный. Его можно наравне с Паутуном очень хорошо использовать. Поэтому советую действительно стоящий вариант. Может быть шаблон у него здесь не так часто меняется, как у Паутуна. А так в целом по функционалу очень похож. Еще один интересный сервис. Когда-то я очень любила его и обращалась к нему. Сервис Мувли. Он был когда-то абсолютно бесплатным. Вот пример видео, которое у меня создалось в этом сервисе. Он и сейчас работает. У него есть бесплатный тариф. Единственное, что все очень сильно изменяется. Бесплатный тариф действует только 30 дней. И после 30 дней вы можете потерять свое видео. Аккаунт будет заморожен. Вы просто в него не зайдете. Это жаль. Я вам чуть позже расскажу, как можно обойти. Здесь есть небольшая хитрость. И если вам сервис очень понравится, вы можете им пользоваться совершенно спокойно. Даже если 30 дней стекут. Но расскажу чуть позже. Итак, Мувли. Здесь отличие от предыдущих сервисов в том, что здесь нет слайдов. Здесь один большой слайд, на который вы набрасываете картинки, добавляете различные объекты. И на ленте времени внизу их настраиваете. Когда появляется, когда исчезает. Затем слайд очищаете, ставите новые картинки. И все происходит на одном слайде. В сервисе есть большая библиотека разных изображений. Они сгруппированы. Итрига. Они сгруппированы по тематике. Здесь может быть черно-белые картинки, цветные, инфографика. И просто какие-то клипы. Готовые уже. Чуть-чуть маленькая анимация. Можно их использовать. Есть готовые шаблоны. Вы можете с нуля начать. Здесь возможности не ограничены. Лента времени немножко отличается, как вы видите. Каждый объект обозначен вот такой синей полосой. Опять двигая мышью, вы можете эту синюю полосу сокращать или удлинять. И тогда у вас то ли длиннее будет картинка на экране, то ли короче. Каждому объекту еще добавить можно анимацию. Здесь есть не только пишущая рука, она еще и рисует. Правда рисовать она будет не все, а только те картинки, которые из библиотеки сервиса. Если вы что-то свое загрузите, то эта рука может только вынести и унести эту картинку. Рисовать уже не сможет. Анимация добавляется к кнопке Add Animate. В самом низу, вот я ее красненькой рамочкой выделила. Как только вы ее нажали и выбрали из списка анимацию, у вас вместе с синей полосочкой рядом получится отрезок с двумя точками по краям. Это ваша анимация. Ее точно так же можно удлинять. Например, растянуть анимацию на всю продолжительность картинки на экране. То есть она пока будет находиться на экране, она будет как-то действовать. Либо можете сократить это на свой вкус. Здесь лента времени дает широкие возможности для редактирования. Кириллица поддерживается. Русские шрифты не все, но поддерживаются. Здесь можно выбрать что-то из шрифтов. Собственно говоря, сервис довольно интересный. Минус единственный, что 30 дней только и после 30 дней все ваши работы пропадут. Что делать, как эту работу каким-то образом вывести из этого сервиса, если она вам очень дорога. На YouTube здесь загрузить нельзя и встроить тоже нельзя. Я вам предлагаю воспользоваться возможностями программ для записи скринкаста. Есть такие программы и сервисы, которые позволяют захватить изображение с экрана. Как они работают? Вы открываете ваше видео, запускаете программу, и она прямо с экрана снимает вам копию. Сохраняете на компьютер в формате видео. И таким образом вы свою работу сохраняете себе и уже потом можете ее демонстрировать, как хотите, и на YouTube грузить. Такие сервисы для скринкастов есть в интернете, а есть программа, которая мне нравится. Я советую. Называется она iSpring FreeCam. Из названия понятно, что она бесплатная. На официальном сайте ссылку в презентацию я добавила. Вы можете на официальном сайте ее скачать себе на компьютер, очень быстро устанавливать, очень легкое в использовании. Просто нажимаете кнопку «Начать запись». Дальше вам программа подскажет, какую часть экрана вы хотите снять. Вы можете либо на весь экран растянуть широкоформатно, либо можете только часть экрана снять, как хотите. Далее просто включаете видео, и программа у вас снимает видео с экрана, прямо со звуком, с музыкой. А если вы еще микрофон подключите, два в одном у вас получится, и вы можете ее еще озвучить дополнительно сверху музыки. Вот такие интересные возможности. Подробнее о программах скринкастинга я буду рассказывать в последнем вебинаре, в июне это будет. Там я еще поподробнее расскажу и об этой программе, и о некоторых других возможностях. Ну вот так, к слову, пришлось, поэтому советую вам в связке использовать эти два сервиса. Точно так же в связке можно использовать еще один сервис, называется он «Видео». Ну я просто его протестировала. Он не впечатлил богатством возможностей, хотя, может быть, кому-то покажется интересным. Здесь очень много шаблонов для именно рекламных роликов. Если вы создаете рекламу в библиотеке, каких-то информационных продуктов, приглашения на мероприятия, то можно, наверное, им воспользоваться. Я попробовала такую небольшую презентацию про северного оленя просто сделать, посмотреть, как это все работает. Работает, правда, быстро, проблем нет. Кстати, интересно, но быстрее работает почему-то в интернет-эксплорере, а не в гугле. Здесь тоже большая библиотека изображений, только рабочее поле зеркально выглядит. То есть все слайды презентации будут справа, а библиотека с картинками слева. Из библиотеки вы можете точно так же добавлять персонажей, фоновые изображения, различные картинки, либо можно свои загрузить. Есть музыкальные файлы, либо свои можно, опять-таки. Есть возможность добавления гиперссылок на видео. Но это будет не очень актуально, я чуть позже скажу почему. Ссылки здесь не совсем рабочие. И после этого сохраняйте свою презентацию в формате видео у себя в аккаунте. Сервис мне не очень понравился, потому что здесь очень сильное ограничение на бесплатные возможности. Он работает бесплатно только 7 дней. Потом, ну точно так же как в мугле, просто видео уже не получится посмотреть. Я точно так же его в связке попробовала, записала с экрана, прямо видео готовое. И вот так оно сохранилось у меня на компьютере. В чем же все-таки плюсы здесь есть? Плюс есть, на то, что здесь качество видео высокое. Здесь нет в одинаковых знаков. То есть вы получаете вот такой очень хороший продукт. Высокого качества, без каких-то дополнительных надписей, которые затрудняют просмотр. Плюс, если вы запишите это все на экран, вы можете его себе сохранить на компьютере и использовать. Тоже плюс. Есть. Опять же, ухудшается, пошли помехи. Так, ну давайте еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... А так можно использовать здесь много шаблонов, есть из чего выбрать. Поэтому, я думаю, найдет своего потребителя этот продукт тоже. Еще один сервис для создания анимации, который раньше очень долго и сильно рекламировали, и он действительно был хорош, когда у него были бесплатные возможности, более широкие. Назывался он и называется он GoAnimate и позволяет создавать анимацию тоже достаточно интересную. Здесь возможностей побольше, чем в предыдущих сервисах, потому что вы можете своего героя настраивать так, как считаете нужным. Не используя готовые решения, а уже самостоятельно. Вот я, например, взяла одного из персонажей, его можно подвигать, чтобы он перемещался в нужную вам сторону, стрелочкой указать куда. Вы можете записать диалоги между персонажами, то есть у вас такой будет более анимационный, более мультяшный видеоролик. Персонажи могут говорить и двигать губами в такт к говорению. Вы можете либо свой диалог записать и загрузить, либо использовать уже готовые файлы, а есть еще синтезатор речи, он русский язык поддерживает. Только почему-то в бесплатном тарифе у меня выдали только два мужских голоса, женские почему-то не предусмотрены. Но, собственно, неважно, можно записать самому, потому что синтезатор не очень, ну, звучит механически, все-таки живая речь лучше. Я вам ссылку положила в чат. Это материал, созданный уже в тарифе, который платный. Если попробовать бесплатное решение, я вам сейчас покажу, что у меня получилось. К сожалению, все бесплатное решение при всем богатстве возможностей портит один большой минус. Это огромный водяной знак на весь экран. Ну, вот посмотрите, тут небольшая сценка просто для демонстрации, как этот водяной знак выглядит в натуральную величину. Он, к сожалению, все портит, да. Если вас это не смущает, то можно в GoAnimate работать. У него есть бесплатный тариф на 14 дней. Тоже возможности все можно попробовать, а их тут много, действительно. Это уже такой продукт более профессионального уровня и более похожий на традиционную анимацию, мультипликацию, как мы привыкли видеть. Тоже также лента времени внизу. Вы настраиваете здесь персонажей, предмещая их по экрану, выбираете из библиотеки и можете свои фоновые картинки загружать. Ну, музыкальные файлы есть и можно свои загрузить. Вот и все, наверное, возможности. Бесплатно вы можете только ссылку получить, строить куда-либо, либо экспортировать на YouTube. Это уже, к сожалению, за деньги. Но, увы, сервис уходит с платного рынка. Можно вот 14 дней протестировать, посмотреть, что получится. Платная подписка все-таки достаточно неподъемная. Здесь 39 долларов за месяц эта подписка стоит. Для сравнения, у Паутуна 2 доллара в месяц. Давайте посмотрим еще несколько решений, что можно сделать, если у вас под рукой есть мобильное устройство. Ведь тоже можно создавать анимацию на планшете. Есть много достаточно приложений в интернете. Если вы займетесь поисками, то наверняка найдете не один десяток. И для Android, и для техники Apple. Я выбрала несколько самых известных, наверное. Первое называется «Рисуем мультфильмы 2». Это приложение для анимации на Android-устройствах, либо на телефоне. Ну, удобнее, наверное, на планшете работать. У бесплатной версии небольшие возможности, но, наверное, для планшета этого достаточно. Здесь можно выбирать своих персонажей из библиотеки. Устанавливать, как они будут двигаться по экрану. Добавлять фоны, озвучивать и музыку добавлять. Бесплатная версия ограничена количеством персонажей и количеством шаблонов. Готовое видео вы можете потом выгрузить на YouTube, либо ссылкой поделиться. Вот такое приложение. Возможно, будет интересно, опять-таки, для читателей-подростков, которые с мобильными устройствами хорошо дружат, и им, надеюсь, это понравится. Другой вариант для создания анимации называется «Кукольная мультипликация». Это приложение для Android и для iOS, и для других устройств работает. Чуть посложнее, но принцип работы тот же самый. Это средство покадровой мультипликации. Вы выбираете каких-то персонажей, снимаете это все происходящее с помощью веб-камеры вашего планшета, либо телефона. А затем по кадрам вы добавляете, настраиваете анимацию, чтобы у вас персонажи двигались. Вы можете взять что-то из библиотеки сервиса, либо можно, как на предложенной ссылке, взять каких-то своих фигурок, их снимать на веб-камеру, потом все вместе смонтировать. Сервис англоязычный, но здесь все достаточно просто, всего несколько кнопок, добавить кадр, озвучить, музыку наложить и так далее, либо озвучить голосом, и может получиться довольно интересная, но несложная мультипликация. Вот такие вот возможности приложений. Самое известное, наверное, приложение называется «Объясняшки». Это инструмент, программа, которая работает на iPad'ах и предназначена для создания рисованного видео. Как это работает? На экране появляется рисунок, причем не сразу, а постепенно он как бы рисуется. И вы можете наблюдать параллельно с голосом, звучащим за кадром, либо музыкой, вы можете смотреть, как появляется рисунок. Вот такое объясняющее видео можно создать, поэтому и программа называется «Объясняшки». Как это работает? Ну, я могу чисто теоретически рассказать, у меня iPad'а нету, поэтому расскажу, как вот теоретически это происходит. Вы пишете сценарий вашего видеоролика и продумываете его смысловые кусочки. К каждому кусочку рисуете какую-то картинку. Затем озвучиваете, добавляете к картинке озвучку, а сервис за вас, программа за вас все это вместе синтезирует, синхронизирует, чтобы у вас озвучка совпала с изображением, и все это красиво представлено было. Ну и на выходе вы получаете анимационный ролик, видео. Но пока, к сожалению, он не работает, так бы я вам рассказала более практично об этом. К сожалению, только для iPad'ов это все работает, но и приложение оно бесплатно. Абсолютно. Вы можете его скачать и использовать. Да, действительно, я с вами согласна, жаль. Но я вам чуть позже покажу еще несколько возможностей, может вам что-то еще понравится. Что здесь трудно? Ну, трудно, наверное, если вы не умеете рисовать, потому что рисовать придется самим. Здесь нет готовых изображений. Вы на планшете просто рисуете картинки сами, а потом из этих картинок появляется ваш мультфильм. Вот таким образом работает это интересное приложение. Вообще, вот этот вот процесс, когда у нас рисованное видео появляется на экране, мы его рисуем параллельно с рассказом. Это называется техника скрайбинга. В этой же технике работает еще одна программа. Это интересный инструмент, потому что он может работать и онлайн, и офлайн. Вы можете на ПК себе сохранить и вместе, даже без доступа к интернету, вместе с считателями или самостоятельно попробовать нарисовать видео рисованное. Здесь рисовать не обязательно, потому что в этой программе есть уже готовые изображения, и вы можете загружать свои, и они у вас будут рисоваться. Чтобы вам было интереснее, я вам сейчас видео добавлю. Это видеоролик, как я делала в этой программе, в видеоскрайб, о мурманске, о мурманчанах, стереотипы о мурманске. Так условно можно его назвать. Здесь можно картинки прорисовывать, они могут появляться просто в кадре, они могут, одна картинка превращаться в другую. Здесь есть эффект пишущей и рисующей руки, она может писать, рисовать, выносить картинки в кадр. Теперь сразу об ограничениях. Программа действительно очень интересная, у нее много возможностей. Плохо, что она условно только бесплатна, вы ее можете сохранить себе на компьютер на 7 дней. Это демо-версия. После этого она уже после 7 дней будет недоступна, к сожалению. И второй раз уже никак не получится. Если только вы не будете на разных компьютерах с ней работать, тогда возможно повторение. Как здесь можно работать? Ну, вообще, интересно ее для каких-то глобальных проектов использовать, снять видео, сохранить себе на компьютер и демонстрировать. Либо вы можете взять временную платную подписку, она относительно небольшая, сейчас в связи с падением рубля, конечно, тоже неподъемные деньги может быть. А так вот она работает на месяц, можно за 20 долларов, если вас очень заинтересует эта программа, ее можно себе приобрести. Я когда-то так и начинала с ней работать, кусочком приобретала на месяц и создавала что-то интересное. И работать с ней уже более подробно, потому что, может быть, 7 дней будет и маловато. А вообще даже за 7 дней ее можно освоить, она несложная. Здесь все максимально упрощено, как вы видите, нет надписей особых на английском языке. Здесь все картинками представлено, пиктограммами. Можно свои изображения добавить, можно взять из библиотеки, можно текст написать, добавить какую-то инфографику, диаграмму, озвучить, добавить музыку, даже вплоть до того, чтобы выбрать фон и руку, которая будет вам рисовать, либо выносить картинки в кадр. Здесь, как таковых нет слайдов, есть одно большое бесконечное поле, на которое будут выноситься картинками, одно за другим, а потом исчезать. Ну вот, например, здесь все максимально упорядочено, здесь все настраивается, любой каприз. Вы можете использовать здесь любые шрифты, здесь нет ограничений теперь уже по шрифтам русским. Все, что у вас работает на компьютере, все можно тут же загрузить в эту программу, и оно будет точно так же писаться и в самой программе. Даже рукописные какие-то красивые шрифты здесь тоже возможны. Любое изображение тоже настраивается. Вы можете настроить отрисовку этого героя, например, как будет рисоваться, какая рука, какая толщина линий, будет ли там тень, будет ли эта картинка куда-то наклонена, либо она будет прямо, на какой секунде она будет появляться, на какой исчезать. Есть вкладка Move In, картинка может двигаться по экрану. Есть вкладка Morph, она помогает одну картинку превратить в другую. Вы берете две картинки, одну на другую накладываете, настраиваете во вкладке Morph эти преобразования, и у вас картинка чудесно превращается в другую. Такая интересная анимация получается. Программа интересная, красивые итоговые работы получаются, можно попробовать, возможно, вам понравится. Вообще интересно. Вообще техника скрайбинга, она достаточно такая многоплановая, не стоит зацикливаться только на сервисах и на программах, инструментах. Скрайбинг можно использовать в библиотеках, и даже если у вас нет особо каких-то программных инструментов, вы можете использовать фотоаппарат, видеокамеру, даже мобильные устройства на них можно снимать, и все это попробовать. Скрайбинг – это такая техника презентации или создания видео, когда параллельно идет какая-то озвучка, рассказ какой-то истории, параллельно возникает картинка, которая помогает эту историю нам представить. Такое получается рисованное видео. Мы когда-то в 2013 году впервые начали в библиотеке такие видеоролики создавать. Я несколько ссылок вам пошлю. Создано было в 2013 году, это наш первый опыт, поэтому не судите слишком строго. Но чтобы вы представляли, как это в жизни выглядит, вот оно выглядело так. Рука художника рисует в кадре параллельно с текстом, который звучит за кадром. Такая рисованная история появляется. Если вы посмотрите видео, то увидите, что рисуем мы на обычном листе бумаги, фломастерами, маркерами, озвучиваем и снимаем это все на видеокамеру, либо на фотоаппарат. Но в данном случае был фотоаппарат в режиме видеосъемки. И вот такое видео у нас про Самов получилось. Вот это скрайбинг классический, как он представляется. То есть есть рука, она рисует историю, а голос за кадром ее рассказывает. С читателями это очень здорово работает, особенно среди подростков. Если есть рисующие авторы, желающие прославиться, то можно такой скрайбинг-проект с большим интересом устроить у себя в библиотеке. Мы это устраивали с третиклассниками, но поскольку они не очень уверенно себя чувствовали в кадре, в качестве художника, мы попробовали скрайбинг-аппликацию. То есть в кадр выкладывали просто картинки, рисовали по минимуму, а выкладывали аппликацию, картинки, которые они сами сделали до этого. И получился вот такой вот в виде аппликации. Это третиклассники, поэтому мы тоже один из первых наших опытов, может быть не очень уверенный, но здесь максимально проявили себя читатели. То есть они сами озвучили, сами сделали картинки, сами в кадр выкладывали. Наш вклад был только в том, что мы это сняли и смонтировали потом. Если интересно, я вам могу рассказать, как это все в условиях библиотеки было сделано. Ну, во-первых, мы отбирали команду, которая будет работать, потому что одним человеком это все не сделать. Выбирали тему. Чаще всего, конечно, для рисованных в истории отлично подходят хорошие научно-популярные книжки. Мы вот про самов выбрали, про оленя, краеведческие. Распределяем, кто за что отвечает. Кто будет рисовать, кто картинки делать, кто будет это все снимать и монтировать. Потом написали сценарий. У нас было несколько слайдов, несколько картинок. Примерно посчитали, что на каждую такую картинку приходится по 5-7 предложений. Это примерно 30-40 секунд. Просто больше уже будет неинтересно слушать. Поэтому чем короче, тем лучше. А вообще таких кадров мы сделали 10. Ну, посмотрели, что есть и более длительные презентации, до 15 слайдов. Ну, наверное, 10 оптимальное количество. Потом мы рисовали эскизом, как это должно было выглядеть вместе с нашими читателями. Где какая картинка будет, в каком углу экрана, каким цветом, какими фломастерами. Вот все это предварительно обговорили, разобрали. А потом уже, собственно, приступили к самому главному. Озвучили нашу историю, записали озвучку на микрофон. Можно, опять-таки, использовать уже готовые программные решения. Например, есть программа Windows-звукозапись. В любом компьютере наверняка она стоит. Мы использовали ее. Либо есть еще бесплатная программа Audacity. Тоже очень хороший вариант. Мы и то, и другое попробовали, и то, и другое хорошо работало. Сохранили озвучку. А затем, собственно говоря, мы начали снимать. Вот эта вот архивная картинка, снятая на мобильный телефон. Это как мы снимали наш первый скрайбинг. Тут единственная сложность, как правильно выбрать точку съемки. Снимали каждый слайд отдельно, максимально в светлом помещении, чтобы все было максимально видно. Сзади, сверху и справа, чтобы сконцентрироваться именно на картинке, и чтобы минимум попадал в кадр всего ненужного. Ну и потом уже, понимаете, что можно даже несколько рук использовать. Просто правильно расставить перед камерой. И тогда это будет даже интереснее, когда несколько рук рисуют одновременно. И вот так это на видеокамеру, на автоаппарат можно снять. И потом уже приступать к монтированию. Монтировали мы это все в программе, которая называется Windows Movie Maker. Либо она еще называется в киностудии Windows Live. Она тоже бесплатная, есть прочитатель на любом компьютере. Так, пошли, пошли. Проблемы со звуком. Давайте в последний раз попробуем загрузиться. Продолжение следует... Зашла. Надеюсь, меня слышно. Еще несколько слов. Смонтировали мы это все в киностудии Movie Maker, чтобы озвучка совпала с рисованием. Вот это было самое сложное. Потому что рисуют быстрее, чем говорят. Либо наоборот, говорят быстрее, чем рисуют. И вот чтобы ускорить рисование, есть такая функция у этой программы. Можно ускорить прорисовку персонажа. Мы ее в нескольких... Если вы видео видели, то в нескольких случаях мы ее действительно ускоряли. Либо вырезали промежуточную часть. То есть оставили только начало рисования и конец. А серединку вырезали. Чтобы озвучка совпала с изображением. Вот это, наверное, самое сложное во всем этом процессе. Чтобы уложить одно в другое. Но для хитрости можно еще использовать разные визуальные эффекты, переходы. Добавить титульные и заключительные слайды. Какие-то фотографии, может быть, вставить. Ну, чтобы максимально рисование и озвучка совпадали. А потом уже в формате видео это все сохраняете и размещаете у себя на сайте, в блоге, на ютубе. Либо просто на мероприятиях рекламируете. Монтировали. Вот единственное, это достаточно долгий процесс. Но поскольку я с программой уже была знакома, то у меня один вечер это отняло. Ну, наверное, часа четыре. Вот как-то так получилось. В заключении хочу еще сказать несколько слов о других возможностях. Если, например, да, ну да, не очень долго. В принципе. Ну, видеоролик сам был небольшой. Там буквально вот сколько? Минуты три-четыре, наверное, получалось. И сейчас в видеостудиях, при библиотеках, очень часто используют технику, называется она стоп-моушен. Это тоже возможность создать анимацию при минимуме затрат. Стоп-моушен, что это такое? Вы берете несколько фотографий персонажей, героев. Либо фигурки снимаете на фотоаппарат, либо аппликацию. Делаете фотографии. Затем раскладываете их по порядку. Причем фотографии вы снимаете так, чтобы у вас персонаж немножко перемещался в кадре. Совсем чуть-чуть. Получается у вас такой набор фотографий, которые вы потом выкладываете и монтируете между собой. Настраиваете так, чтобы они очень быстро сменяли друг друга и получался как бы эффект быстрого, появлялся эффект плавного движения. Называется эта техника стоп-моушен. И делается она с помощью фотоаппарата и программы опять для монтирования. Например, тот же самый Movie Maker. Вот пример такого видеоролика. Мы стоп-моушеном не занимались, я просто посмотрела, как это работает в разных видеостудиях. Мне, например, понравились работы, снятые в центральной городской библиотеки города Каменска-Уральского. Там вот такая видеостудия действует, называется она Мытые кадрики. У них очень много интересных работ, мне вот, например, это понравилось. И вот в качестве примера стоп-моушена предлагаю вам с ней познакомиться. Вы точно так же, как и в скрайбинге, прописываете сценарий, придумываете персонажей, вырезаете их, либо фигурки. Сейчас очень популярно из лего использовать персонажей. Затем вы делаете какие-то декорации, куда эти фигурки размещаете. Опять звук пошел. Давайте еще раз попробуем. Спасибо. Спасибо. Звука, наверное, точно на всех не хватает. Совсем немножко до конца вебинара. Вы фотографируете героев в ваших декорациях, например, и делаете так, чтобы они чуть-чуть двигались. На каждой следующей фотографии чуть-чуть в сторону, например. Либо у них движение рук поменять, если пластилиновые у вас герои. Либо коктейл немножко подвинуть. Получается целый набор ваших фотографий, которые вы потом вставляете в любой видеоредактор. Ну, в тот же Movie Maker, например. И настраиваете частоту смены этих кадров. Здесь возможно выстроить частоту от 0,02 до 0,5. Если 0,02 выстроите, то у вас будет быстрее двигаться ваш герой. Если 0,5, то медленнее. Когда кто-то начинает делать частый вопрос, который я слышала, а сколько нужно кадров, чтобы на одну секунду видеоролика, сколько нужно снимать этих фотографий. Ну, профессиональные мультипликаторы говорят, что у нас 24 кадра на одну секунду. Но в наших условиях, наверное, это фантастика. Я думаю, что половины 12 кадров на одну секунду видео, наверное, хватит. Ну, если вы хотите такие плавные сделать движения у своего героя. А вообще, наверное, это приходит с практикой. Если попробовать, вот уже на практике посмотреть, как это работает, можно уже потом сориентироваться. Много у вас фотографий или достаточно. После того, как вы настраиваете эту анимацию, можете просмотреть, чтобы у вас персонаж двигался по вашим фотографиям. И получается вот такой вот мультик Stop Motion. Сохраняйте его, как видео, и успею на компьютер. Сейчас очень многие студии мультипликации, библиотеки именно в этом режиме работают. Можно попробовать. Это с подростками, со школьниками, мне кажется, на ура должно пойти. Интересная техника. Единственное, что здесь нужно с фотоаппаратом аккуратно обращаться, чтобы не смещать задний план, чтобы у нас задний фон не прыгал вместе с героем. Советуют использовать штатив, например. То есть зафиксировать фотоаппарат и уже со штатива, не двигаясь, снимать мельчайшие перемещения вашего персонажа. И тогда, наверное, получится интересный мультфильм. Это все, что я хотела рассказать вам о возможностях различных бесплатных сервисов и приложений. Если вы хотите профессионально, уже более профессионально заняться мультипликацией и что-то такое грандиозное сделать в библиотеке, почему нет, то в интернете существует большое количество разных специальных программ уже с более профессиональными возможностями. Я выделила вот некоторые из них. Они здесь у вас представлены на слайде. Две из них, даже три первые, они бесплатные. SignFin Studio и Blender – это программы для создания 2D и 3D анимации. Они такие уже более солидные. У них разработаны учебные курсы, а SignFin Studio, она еще и русифицирована. Это даже хорошо. Анимашутер – это покадровая анимация. Она позволяет покадровые мультяшки снимать. Dragon Frame тоже покадровая. Остальные три, последние – это уже более профессиональные программы. У них есть демо-версия, вы можете их попробовать бесплатно от 20 до 7 дней у разных программ по-разному. Они позволяют создавать любую анимацию – покадровую, мультипликационную, и пластилиновую, 2D и 3D в любых форматах. Самое известное, что я посмотрела в интернете и что мне понравилось. Спасибо вам большое, что вы меня слушали. В заключении предлагаю вам несколько полезных материалов. Две презентации лежат в ресурсах. Вы можете их еще до конца вебинара быстренько скачать себе на компьютер. Много ссылок я собрала. Надеюсь, вам все это пригодится в работе. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте. Можно написать мне или по электронке, или на Фейсбуке. А у меня еще осталось два вебинара до конца этого учебного года. В мае я буду рассказывать о цифровых инструментах для создания виртуальных экскурсий и путешествий. А в июне – о видеороликах и буктрейлерах. Так что приходите, буду вас ждать. Спасибо большое за внимание. Коллеги, я присоединяюсь к вашей благодарности за проведение сегодняшнего вебинара Марины. Все было, как всегда, на высоком уровне. Но, к сожалению, с техникой у нас иногда бывают проблемы. Но это вебинар, и, к сожалению, надо с этим как-то примириться. Я надеюсь, что в записи все будет хорошо. Если кто-то что-то не расслышал, можно будет посмотреть запись. Я также благодарю всех, принявших участие в вебинарах. И повторюсь, что у Марины будет еще два вебинара. Приходите на них, ищите их в расписании, записывайтесь. И будете иметь возможность послушать те темы, которые Марина озвучит. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Завтра мой вебинар. Приходите на него. Поэтому даже особо не прощаюсь с вами, а просто говорю вам до встречи на вебинарах Директ Академии. Всего хорошего. Продолжение следует...